Я провел очень много времени в городах-побратимах, которые с нами были утрачены связи. Регенсбург, даже Истамбул, не относящийся к Европе, но Истамбул. Марсель, Генуя, итальянцы построили все памятник архитектуры знаменитые. В Одессе это построили итальянцы. Вы посмотрите, кто у нас основатели нашего города, кто отстраивал город. Это были европейцы, испанцы, французы, итальянцы. Это Одесса. Одесса и есть европейский город, построенный европейцами. Так, пожалуйста, приезжайте к нам. Приезжайте к нам. Мы ждем вас. А мы, я в свою очередь, будем восстанавливать памятники архитектуры. Мы будем ремонтировать дороги, мы будем делать наши фасады. Мы будем делать наш город туристически привлекательным. Любая война заканчивается за столом. Поэтому, конечно, эта война должна закончиться за столом. Поэтому мы сегодня должны стоять, отстаивать наши города, свою страну, защищать ее. Чем у нас будет эффективнее это получаться, тем больше шансов на то, чтобы все за стол переговоров. Потому что, когда люди чувствуют свою какую-то победу или выходят в раз такой своеобразный, они уже и говорить не хотят. Им кажется, уже все. Я смотрю, что сегодня ситуация, когда Путин нанес очень большой урон, прежде всего нам, в Украине, конечно, физически уничтожил города. Сотерст лица земли и так далее, погибли люди, мирные люди, дети. Но, если касаться России, я, конечно, мне не особо интересно, что там будет и как там будет. Но то, что сегодня он обрек своих людей на очень сложное, мягко говоря, на очень сложное существование в целом, в мировом сообществе. Потому что, что бы ни говорили, какими бы благими вещами ни прикрывались, сегодня это армия, которая убивает мирных жителей. Сегодня это армия, которая захватывает. Сегодня по всем учебникам все признаки нацизма, фашизма присутствуют при проведении этой войны с той стороны.